Селекция недоносной пчелы Вот рождается молодая пчела, одна из многих рабочих пчел, которые живут в пчелиной семье, насчитывающей от 10 до 40 тысяч пчел. Она может жить только как часть целого. В пчелиной семье только одна матка. Только она откладывает яйца и является маткой всех пчел в улье. Благодаря интенсивному уходу с видами окружающих ее пчел, она может откладывать до 2000 яиц в сутки. Из этих яиц выводятся личинки, которых кормят пчелиным молочком, выделяемым горловыми железами рабочих пчел. Количество и качество корма пчел-кормилец оказывает влияние на правильное развитие расплода. Так же как и развитие расплода, некоторые характеристики пчел видны с сотрудничеством матки и рабочих пчел. Для зимних запасов и на всю жизнь одна пчелиная семья должна набрать 25 килограммов пыльцы и примерно 200 килограммов нектара, который перерабатывается в примерно 70 килограммов мёда. Пчелы общаются в улье с помощью танцев, информируя сборщица о привлекательном источнике корма. Танцующие сборщицы сообщают о направлении и расстоянии до цветущих растений. Пробы нектара, поданные привлеченным рабочим пчелам, информируют о его качестве. Строение сот в улье является прекрасным примером хорошего и тесного сотрудничества пчелиной семье. Чтобы их построить, пчелы объединяются в висящие строительные цепочки. Воск создаётся в специальных восковых железах, находящихся с внутренней стороны брюшка пчелы. Выходящие маленькие пластиночки воска встраиваются с помощью жвал в неимоверно точные и стабильные соты. Соты служат для воспитания расплода и для накопления запасов. Производительность пчелиной семьи является суммой многих отдельных факторов, выполняемых маткой, рабочими пчелами и трудными. Чтобы понять наследование многих характеристик, мы должны углубиться в проблемы генетики и спаривания. Пчелинная матка спаривается в воздухе в начале своей жизни с примерно 20 трутнями. Тут это показано в экспериментальной версии. Собранная сперматрудня и хранится в семи приемнике матки, как видно на схеме. На конце брюшка находится камера жала. Эта камера затем переходит во влагалище. Между яйцеводами виден в себе приемник, из которого выходят два яйцевода, левый и правый. Они оканчиваются яичниками. В каждом из них находится от 120 до 180 яйцевых трубочек. Во время спаривания первый трутень вводит сперму во влагалище матки. Сперма последующих трутней вводится в яйцеводы. В нашем случае это сперма трех трутней. После спаривания матка с помощью внутренних движений брюшка толкает сперму трутней из яйцеводов назад по направлению к влагалищу. За это время только от 5 до 10 процентов, то есть примерно 7 миллионов сперматозоидов попадают в семя приемник. Сперматозоиды смешиваются и хранятся до оплодотворения яиц на последующий период от 2 до 4 лет. Большая часть накопленных сперматозоидов удаляется. Перед откладыванием матки яйца в пчелиную ячейку, созревшее яйцо получает капельку смеси из семя приемника. Около 10 сперматозоидов стремится навстречу с яйцеклеткой, однако только один ее оплодотворяет. По-другому ситуация выглядит с яйцами, из которых образуются трутни. Эти яйца остаются без оплодотворения. Развивающийся женский расплод, рабочие пчелы, состоит из многих отцовских групп, которые объединены общей маткой. Дочерей некоторых трудней можно затем распознать в пчелиной семье. Можно четко отлучить темную или светлую окраску брюшка или же желтые кольца на брюшке. Есть также пчелы со светлыми без фигмента глазами, а у других заметны более короткие крылышки. Несмотря на сложный процесс наследования, возможно эффективное выращивание пчел. Перед началом выращивания следует определить степень родства будущих особей, предназначенных для скрещивания. Выбираемые пчелы должны быть не агрессивны, давать много меда и быть устойчивыми к болезням. Контрольные пасеки, проверяющие производительность семей, должны иметь хороший взяток, который обеспечит в течение всего года питание пасеки из 20 ульев. Чтобы определить различия между семьями, все работы в пасеке осуществляются однородно по заранее установленному плану. Расстановка ульев в различных направлениях предотвращает блуждание пчел. Группу подопытных семей создают из искусственных ранев с равным весом. Семьи одной контрольной пасеки получают маток сестер, которые оплодотворены труднями одного происхождения. Между рамками с ващиной помещают клеточку с маткой. Эта клеточка закрыта медово-сахарным тестом. После открытия пакета с пчелами на него ставят корпус с рамками и ващиной. В течение нескольких часов пчелы собираются вокруг матки. После перехода пчел корпус с пустым пакетом убирают из нижней части улья. Созданная семья получает необходимую для старта жидкую подкормку. Со всеми семьями пасеки поступают подобным образом. Альтернативой создания искусственных райов является подсаживание существующей семьи подопытной матки. Эти матки должны быть сильными и здоровыми. Один из методов заключается в непосредственной замене в улье старой матки на новую. Непосредственная замена матки в семье удается лишь тогда, когда новая матка дает расплод. Она является полноценной для новой семьи и, как правило, хорошо принимается. Сначала находят старую матку. Эта матка вплоть до самой замены должна откладывать яйца. Если бы раньше забрали из семьи матку, у пчел появилось бы чувство безматочности. Такое состояние из семьи не дает возможности принять матку. После отыскания старой матки мы закрываем ее в клеточке. Непосредственно перед подачей молодую матку вместе с документами и метрикой забирают из свадебного улья. Старую матку можно поместить в улье, а в случае необходимости использовать в другой семье. Новую матку освобождают путем снятия медово-сахарной крышки. Чтобы проверка семей была полной, подопытных маток следует подсадить в семьи до конца июля. Введение матки в это время не дает возможности проверить характеристики зимовки и весеннего развития. В течение всего периода проверки данные омарки вносятся в ее метрику. Через 5-7 дней после замены осуществляется первый контроль. Хорошее принятие матки можно распознать по присутствию яиц и молодых личинок в ячейках. Через 4 недели в подопытных семьях производится контроль силы семьи. Различное происхождение пчел, использованных для создания искусственных районов, ведет к появлению различий в новых семьях. Проверяется площадь расплода и количество пчел. Существующие различия выравниваются путем добавления или удаления запечатанного расплода. Из одной запечатанной рамки расплода выводящиеся пчелы обсиживают две рамки. После контрольной проверки все подопытные семьи пасеки имеют одинаковую силу. Осенью все семьи получают соответствующее количество корма, что обеспечивают хорошую зимушку. Семьи получают корпуса с пустыми сотами или полными медом. Однако самым лучшим кормом является мед, которого мы иногда имеем в избытке. Остальное количество подается семьям в форме сиропа. После подкорма все семьи имеют примерно одинаковый вес. Сахарный сироп в короткий срок переносится пчелами из кормушки в сот. В начале октября семьи должны располагать примерно 20 килограммами корма. Весной, в период цветения вербы, производится первый контроль перезимовавших семей. Контролируются запасы корма, количество расплода, а также состояние здоровья. Дальнейший контроль проводится с интервалом в 3 недели. После поднятия корпуса оценивается сила семьи, записывая количество обсаживаемых пчелами сот. В зависимости от происхождения, семьи могут развиваться по-разному. Это имеет большое значение при использовании различных взятков. Затем сот за сотом проверяется состояние расплода. Каждая семья имеет одну рабочую рамку для трудневого расплода. В этом случае ее несколько раз поделили для дальнейшего контролируемого разведения. Желая проверить состояние поражения семи сапрофитами и вароатозом, нельзя забирать из этого улья трудневый расплод. После нахождения матки проверяют ее номер и состояние. Все подопытные матки индивидуально отмечаются цветной отметкой с номером. При оценке количественного состояния расплода считывают соты с расплодом и его поверхность на средних сотах. В нашем случае эта поверхность достигает почти края сотов. Эта семья получит максимальную оценку – 4 балла. К оценке относятся определение количества пустых ячеек в запечатанном расплоде. Для этого служит специальный шаблон, помещающий 100 ячеек. Средняя из 3 до 5 проведенных в начале мая проверок дает репрезентативную оценку данной семьи. Также очень важна регулярная оценка поведения взрослых пчел. Например, эта семья очень спокойная. С ней можно работать без дыма. Эти пчелы не атакуют и не жалят. Также за поведение семья получает самое большое количество пунктов – 4. После завершения корпусы улевы. Улевы устанавливаются в такой же очередности, после чего улевы закрывают. Все работы, произведенные в семье, отмечаются в карте улевы. В некоторых семьях работы можно проводить только в защитной одежде и с помощью дыма. В зависимости от агрессивности семьи у нее отнимают баллы. Шкалу постепенно уменьшают на полбалла. Показанная сейчас семья получает самую низкую оценку – 1 балл. Следующим важным критерием оценки является сидение на сотах. Это можно оценить, наблюдая за сотами, стоящими рядом. При самой высокой оценке пчелы сидят на отставленных сотах. При плохом сидении за короткое время все пчелы сбегают с сотов. Также эта характеристика оценивается по 4-бальной схеме. Площадь расплода этой семьи имеет много пустых ячеек. Они могли образоваться в результате использования собранного на них ранее корма. Количество пробелов в этом расплоде имеет генетическую основу. Это можно объяснить путем образования пола у пчел. У пчел имеет место 11 различных факторов пола. Некоторые из них мы сейчас обозначим цветными символами. Каждое оплодотворенное яйцо имеет два различных фактора. В этом случае образуется личинка самки, то есть рабочая пчела или королева. Яйца, из которых создаются трудни, как правило, не оплодотворены. Поэтому они имеют только один фактор пола. В случае, если встретятся два одинаковых фактора, из оплодотворенного яйца разовьется трутень. Личинки трутни из оплодотворенных яиц будут съедены, оставляя пустые ячейки. Семя приемники матки находятся различные сперматозоиды. Из оплодотворенных яиц, имеющих различные факторы пола, образуются женские личинки. Одна подопытная матка оплодотворяется семенами своих братьев. В результате такого подбора образуется следующая комбинация. В трех четвертых случаях наследуемые черты матки и трудни различны. В одной четвертой они такие же. В запечатанном расплоде остается 25% пустых ячеек. Когда матка-внучка, оплодотворенная спермой трутни исходной матки, дает потомство, встречаются наполовину различные и такие же факторы пола. Вследствие этого 50% запечатанного расплода имеют пустые ячейки. В роевой период в контролируемых семьях, кроме регулярной оценки, производится краткий контроль роевого настроения. Происходит поиск роевых маточников. Пустые открытые чашечки позволяют утверждать, что семья не находится в роевом настроении. Когда корпус для меда в большей степени наполнен медом, семья должна получить второй корпус, наполненный поочередно светлыми сотами и вощиной. На корпусе, а затем в карте Улья записывается вес корпуса. Эта семья уже имеет роевые маточники. В них находятся личинки. Большие многочисленные роевые маточники говорят о сильном роевом настроении. Их удаляют. При далеко идущем роевом настроении в семье нельзя его устранить путем срывания маточников и добавления дополнительного корпуса для меда. Роение можно избежать лишь путем создания отводка. После снятия корпуса для меда тщательно контролируются все соты расплода, а также уничтожаются роевые маточники. Также боковые соты труднивого расплода следует тщательно проверить. В приготовленный корпус вставляют одну рамку открытого расплода. В корпусе находятся пустые соты и рамки с ващиной. В это же время проверяется второй корпус семьи. Некоторые соты в улье следует перенести. Новый корпус вместе с одним корпусом для меда ставят на днище. Эти корпуса образуют безматочную часть разделяемой семьи. Эта часть называется налетной семьей. Сюда войдут возвращающиеся летные пчелы. Новая семья отделена от старой семьи разделительным дном. Две старые семьи с маткой создают так называемую семью с расплодом. В течение следующих часов в налетной семье собираются возвращающиеся в улье пчелы. Эти пчелы хорошо знают старый леток. При такой установке семей семья с расплодом становится ослабленной, что ведет к пропаданию роевого настроения. По истечению 7-9 дней налетной семье срывают построенные райовые свящевые маточники. Затем вставляют новые соты с открытым расплодом, который связывает семью в одну целое. От 7 до 9 дней спустя обе семьи объединяются. Раевое настроение в семье ликвидировано. Матка находится в хорошем состоянии и откладывает много яиц. При объединении корпуса ставят на свое место. Все свящевые маточники уничтожены. Представленный метод дает возможность далее использовать семью со старой маткой для опытов, проверяющих продуктивность сбора меда семьи. Путем регулярного взвешивания ульев можно определить продуктивность на отдельных взятках. При взвешивании следует принимать во внимание все изменения веса ульев, например, путем добавления корпуса для меда. Использование удалителей пчел облегчает отбор меда для откачки. Их устанавливают за день до планируемого срока сбора. Через небольшое отверстие пчелы переходят из корпуса для меда в семью. На следующий день можно забрать соты с медом. Объем сбора меда определяется путем взвешивания полного корпуса. Для проверки источника благотворения матки следует извлечь и поддать морфологическому анализу пробы ее потомства. Чтобы быть уверенными в том, что исследуемая пчела происходит от проверяемой матки, для исследования берутся только что выгрызающиеся особи, 50 рабочих пчел и трудней. ПАНЦИНОВЫЙ ПАНЦИНОВЫЙ ПЧЕЛ мягкий, их до этого держат несколько дней в клеточке. Одним из аспектов селекции пчел является поиск энергичных, устойчивых к болезням семей. Из всех известных болезней, самую большую угрозу для пчеловодства представляет паразит клещ Вароа. Паразит повреждает расплод и взрослых особей. Чтобы определить степень поражения семьи, подопытных семьях проверяют количество паразитов. В начале декабря проверяемые семьи получают такое же количество паразитов. Для этого используют продуктивные семьи, сильно пораженные паразитами. Пчелы из этих семей будут сметены в пакет, после чего из них возьмут пробу. В лаборатории пчелы взвесят, после чего будет определена степень поражения. Ныльным раствором из мертвых пчел вымывают сапрофитов. Собранных на мелком сите вымытых сапрофитов высыпают на светлую основу, а затем их считают. Количество сапрофитов во взятой пробе позволяет определить степень поражения сметенных пчел. Их подкармливают на ночь, что облегчает их принятие подопытными семьями. Подкарменных пчел взвешивают, после чего рассчитывается необходимое количество добавляемых пчел. Для однородного инфицирования большого количества подопытных семей используются пчелы сапрофитами из многих семей. Смеченные пчелы смешиваются. Для этого лучше всего подходит большое сито для меда. В сети пчелам обеспечивается хороший доступ воздуха. Необходимое для инфицирования количество определяется, принимая во внимание поражения отдельных проб. В сети пчелам обеспечиваетсяreseปатем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По вкусному interior пчелам обеспечивается. Пчел, необходимых для инфицирования, тщательно смешивают, с помощью чего получается одинаковое количество сапрофитов в подготовленном материале. На практике лучше всего себя проявляет инфицирование семей сотней сапрофитов. При сильном поражении это количество соответствует количеству от 30 до 70 граммов пчел. Необходимое количество пчел следует взвесить с точностью до 1 грамма. Для транспортировки подготовленных пчел лучше всего подходят закрываемые марлей баночки для меда. Инфицируются только подокутные силы. Добавляемые пчелы должны иметь непосредственный контакт с зимним клубом. В противном случае они погибнут. Поскольку они без матки и с полным зобом, их принимают без потерь. В следующем году в подопытных семьях с паразитами борются после последнего медосбора и сравнивают их степень поражения. Сначала в улей вставляют донную вставку. Для борьбы подходят акарициды, например, контактные ленты, которые вешают между расплодом. Активное вещество в короткий срок убивает сапрофитов, которые находятся на пчелах. Паразиты, находящиеся в запечатанных ячейках, погибают после выгрызания пчел. Первый контроль через 24 часа показывает, сколько сапрофитов было на пчелах. Путем замены последующих донных вставок определяется общее количество сапрофитов. В остатках на вкладке видны конечности пчел, остатки коконов, частицы воска, сапрофиты различных цветов. Светлых самок не принимают во внимание при подсчете. Подсчет сапрофитов облегчает компьютерная программа. Перед подсчетом пробы высушивают и просеивают. Овальная форма сапрофитов и их цвет автоматически распознаются. Степень поражения пчелиных семей зависит от различных характеристик пчел. Одной из них является чистка тела. Пчелы с паразитом ведут себя характерно. Сильно отряхивая брюшко, они показывают сапрофитов другим пчелам и просят их помочь в борьбе с паразитом. Пораженная пчела пробует стряхнуть или конечностями сбросить паразита. Однако зачастую ей это не удается. Такое состояние можно распознать в семье по поврежденным сапрофитам в естественном остатке. Чтобы это проверить, следует регулярно вынимать из улья донные вставки. Они дополнительно должны быть предохранены от муравьев, которые выносят мертвых паразитов. Мертвых сапрофитов проверяют со стороны брюшка при 40-кратном увеличении. Часто встречаются повреждения. Например, тут повреждена вторая, третья, правая нога. Чтобы исследуемая проба была репрезентативной, она должна включать 20 сапрофитов. Процентное повреждение сапрофитов в пробе служит для оценки повреждения паразитов пчелами. Другим защитным механизмом является открытие и чистка пораженных ячеек расплода кормилицами. Поражение в ячейке ведет к изменениям, из-за которых необходимо удалить расплод. При многочисленном участии пчел пораженный расплод быстро удаляют. Однако после открытия запечатанного расплода, самки убегают от пчел. Игловой тест обеспечивает быструю проверку гигиены расплода. На отмеченной поверхности повреждается 50 ячеек запечатанного расплода. При его повреждении иглы должны доходить до дна ячейки. Продолжение следует... В семьях старательно очищающих расплод уже через 12-18 часов большинство ячеек открыто и очищено. Процентное количество очищенных ячеек служит для сравнения подопытных семей. В конце сезона происходит подведение итогов по объему сбора меда, агрессивности пчел, сидению на сотах, склонности к роению и устойчивости к вароатозу. Сравниваются все подопытные семьи одной пасеки, в которых не произошла замена матки. В селекции видны различия в характеристиках отдельных семей. В большинстве семей проверяемые характеристики близки к среднему показателю. Лишь некоторые далеко отходят от него. Под селекцией подразумевается поиск самых лучших семей для последующего их разведения. Различия в селекции обозначают в этом случае перевес хороших характеристик по отношению к среднему и зависят от разброса данной характеристики, а также от интенсивности селекции. А наследование обозначает, в каком размере разница в селекции будет передана следующим поколениям. С помощью постоянной селекции наследование данных характеристик обозначает, в каком объеме селекция будет передана на следующие поколения. С помощью постоянной селекции наследование данных характеристик становится все более вероятным. Достижение прогресса в селекции уменьшается из поколения в поколение. Высокий уровень отобранной популяции стабилен до момента появления регресса. С помощью длительной и последовательной селекции получены пчелы, производящие много меда и одновременно имеющие хорошие эксплуатационные характеристики. А разведение пчел устойчивых к сапрофитам является серьезным вызовом для сегодняшних пчеловодов. Достигнутый в разведении прогресс, в особенности что касается неагрессивности пчел, позволяет размещать пасеки на густонаселенных территориях. Чтобы дальнейший прогресс был возможен, необходима дальнейшая селекция. Субтитры создавал DimaTorzok